Десятки видов экзотических растений, цветы, малые архитектурные формы. Так двор дома номер 60 по улице Донской выглядит только в последние годы, рассказывает Светлана Статова. В некоторых подъездах свежая краска. Ушли в прошлое отключения из-за порывов водопровода и канализационных стояков. Преобразования начались в этой пятиэтажке после того, как собственники жилья решили сменить управляющую компанию. И крышу делают, и убирает мальчик, и водостоки чистят, и крыши козырьков подметают, и пилят. И сколько вам это стоит? Сейчас у нас стоит вопрос о том, чтобы эту сумму, которую мы сейчас оплачиваем, надо обязательно поднять. Ну вот сколько вы сейчас за квадратный метр платите? Сейчас у нас стоимость одного квадратного метра 8,40. Это очень мало. А в доме по соседству на содержание общего имущества решили не экономить. За один квадратный метр здесь платят чуть больше 30 рублей. Этих средств хватает не только на поддержание в рабочем состоянии лифта, коммуникаций, уборку подъездов и прилегающей территории, но и на эстетику. В подъезде на этажах – картины, в холле – фреска. Минимальный тариф должен быть от 20 до 30 рублей, в зависимости от коммуникации еще. Нельзя сказать, можно сделать из 60 рублей. Все зависит от того, сколько будет видеокамер, видеонаблюдения, с лифтами дом, без лифта, с крышной котельной, с локальной котельной. Все зависит от характеристики данного дома. В стандартный набор услуг управляющей компании входит круглосуточная аварийная помощь, уборка подъездов и прилегающих территорий, косметический ремонт, содержание лифтов. Но есть и такие обслуживающие организации, которые деньги берут, а договор не выполняют. В доме номер 13 по улице Альпийской такая коммунальная история. За 20 лет коммерческая компания довела это жилое здание фактически до аварийного состояния. Входные двери в подъезд здесь держатся на честном слове. Везде паутина, а в подвал лучше вообще не заходить. Там течет канализация и, соответственно, стоит вода. Течет труба холодной воды, канализационные стоятки. Вот, смотрите, постоянно течет несколько дырок. Все это постоянно течет в подъезд. В подобной ситуации сегодня находится порядка 40 многоквартирных домов. Управляющие компании для них сейчас ищет муниципалитет. Но в мэрии считают, что жильцы должны проявлять активность и выбирать обслуживающие организации самостоятельно. Как показывает практика, после выбора управляющей компании на конкурсной основе кого-то начинает не устраивать. По разные причины, либо стоимость услуг, либо качество услуг. Поэтому еще раз хочу всем донести, необходимо в добровольном порядке, в общем собрании определиться. Перечень компаний будет опубликован, все, которые имеют лицензию и обеспечивают данный вид работ на территории города Сочи. В администрации курорта уверены, в многоквартирных домах жильцы должны проявлять хозяйский подход к содержанию общего имущества. Ведь работу управляющих компаний в первую очередь должны контролировать они сами. И сами же могут общими усилиями сделать свою жизнь комфортной, чтобы не текли трубы и крыши, чтобы в подъездах были чистые стены и полы, а в полисадниках цвели цветы. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.